Привет, красотка! Это видео о моей подготовке к родам, что я делаю, чего я не делаю, что читаю, что смотрю. Сейчас я практически на девятом месяце, через три дня начинается 36 неделя, а с 36 недели начинается 9 месяц. Но, по сути, подготовку к родам я начала с момента, как узнала, что беременна, потому что уже очень многие изменения произошли. И я разделила эту тему на несколько блоков, потому что подготовка может быть разной. У нас будет такой психологический блок, это работа с нашими мыслями, страхами, эмоциями, в общем, всем тем, что у нас в голове и на сердце. Второй блок, это физическая составляющая, это все, что связано с нашим телом, то, что мы можем физически сделать, повлиять на этот процесс и на ход беременности также. Питание, в общем, сюда все вот это вот входит. И третий блок, это ответы на ваши вопросы, которые я просила вас задавать, потому что вдруг что-то я не упомяну. Надеюсь, что это видео будет вам полезно и интересно, но мы с вами начинаем. И первый блок, почему-то мне кажется, может быть, не надо, конечно, сравнивать, насколько более важный блок психологической подготовки или физической подготовки, но мне кажется, что перевешивает все-таки в этом вопросе именно психологическая подготовка, потому что современные женщины очень часто напуганы, потому что вокруг темы родов что только не ходит. И что я понимаю вообще под психологической подготовкой? Это, знаете, вот честный ответ на вопрос, а что я вообще испытываю, что я чувствую, какие эмоции в моем теле вызывает вопрос родов. Для меня это скорее как бы вот что-то приятное, как праздник, как встреча, потому что, по сути, да, мы же этого все и ждем, мы все этого так хотим. Вот все 9 месяцев они проходят в таком ожидании, вот каким будет мой малыш, как мы с ним встретимся, какая будет наша жизнь, да. И это скорее предвкушение и радость этой встречи. Или тело все зажимается, всковывается, и ощущение такое, господи, хоть бы это вот прошло быстро, незаметно, и все. И как бы я это максимально быстро могла забыть. Суть в том, что мы находимся с вами в информационном поле, у всех оно, конечно, разное, но плюс-минус как-то вот по ощущениям, и даже судя по вашим вопросам, тема родов вызывает больше страхов, нежели радости. То есть это все такое что-то вот как будто немножко опасное, непонятное, чужеродное, да, и на этом повлияли все, кто мог, и фильмы, и сериалы, книги, истории женщин, которые не всегда очень приятные, не всегда с радостью об этом не вспоминают. Поэтому я считаю, если честно, что работать над этим очень важно, и период беременности нам дан, собственно, для этого в том числе. Первое, что я хочу сказать чисто по моему опыту, да, это видео чисто мой опыт, как беременной женщины, уже родившей женщины, я ни в коем случае здесь не эксперт, не нужно мои слова воспринимать как вот зачистую монету, я говорю о своем опыте, и надеюсь, надеюсь, я скорее вас успокаиваю, вдохновляю, нежели пугаю всей этой историей, всей этой темой, потому что страхи, на самом деле, это нормально. Во-первых, что нужно, да, принять в первую очередь? Страхи нас защищают, это работа нашего древнего мозга, чтобы мы в целом выжили, и все у нас было ок, базово. Но зачастую эти страхи просто очень преувеличены, они кажутся очень большими, и я хочу поделиться с вами одной практикой со страхами, которую я сама попробовала на себе, которая мне очень понравилась, если честно, она, мне кажется, заменяет несколько сеансов к психологу, похода к психологу, потому что, возможно, это супер классный вариант, да, пойти к психологу во время беременности, и вообще себя там проработать, закрыть какие-то старые травмы, проблемы, что-то еще, но, с другой стороны, период беременности это очень такой, как бы подобрать слово, возможно, вообще неподходящий период для того, чтобы копаться прямо глубоко, и что-то там у себя вскрывать, потому что ты никогда не знаешь, что ты вскроешь, пойдя к психологу. И об этом, кстати, грамотные психологи должны предупреждать, что, типа, вы уверены, что вы хотите туда идти, сейчас у вас довольно нестабильный период, но вот эта работа со страхами, которую вы можете сделать сами, с собой, то есть никуда вам идти не надо, она очень классно, на 100% работает. Нужно просто их выписать, признаться честно себе, какие у меня есть страхи относительно родов, может быть, относительно беременности и родов, и будущего с малышом. Если вам кажется, что у вас их нет, то это скорее иллюзия, и скорее нежелание их даже увидеть. Если вы останетесь самой с собой наедине и прямо вот честно зададите себе вопрос, а чего я могу бояться, а что меня пугает в процессе родов или вообще во взаимодействии с малышом? Я приведу свой пример, потому что я тоже делаю эту практику, и нам ее дали на курсе гипнородов, это, кстати, тоже моя большая рекомендация всем, кто будет рожать, пройти эти курсы. Например, я выписала. Я боюсь, что с малышкой что-то может произойти страшное и непредвиденное. То есть это не значит, что я об этом думаю каждый день и только об этом думаю. Но тем не менее, когда я села сама с собой честно, расслабилась, подумала вообще, что меня может пугать, напрягать, у меня вышла вот эта мысль. Возможно, это отголоски замерзшей беременности и мое желание чисто, знаете, такое физиологическое, каждая мама защитить своего малыша. И этот страх, он не сильный, он не сильнее меня, но важно было его выписать. Я боюсь, что малышка может остаться в тазовом предлежании. Кстати, новости на сегодняшний день. Она перевернулась. Это большая радость для меня. Конечно, я бы пошла на естественные роды и в тазовом предлежании. Но все равно более благоприятный исход, когда малышка лежит в головном. Я боюсь, что не смогу помочь себе обесполить яркие ощущения. У меня есть опыт прошлых родов, где я самой себе помогала погружением себя, дыханием, аудиомедитациями обезболить этот процесс. Но роды родам рознь. Может быть, в этот раз, благодаря также знаниям о йоге, о том, что я углубила эти свои знания и практику, мне будет еще легче. А может быть, нет. Роды все разные. Поэтому я выписала. Это мои честные страхи. Что мы с ними дальше делаем? Во-первых, самый кайф, когда вы их выпишете, вы уже почувствуете облегчение. Это правда. Вообще, бумага творит чудеса. Бумага и ручка. Иногда, правда, так терапевтично просто выписать свои мысли, просто выписать свои страхи. И уже ты как будто освобождаешься от этого. И люди, визуалы, которые, знаете, прям любят видеть, щупать и тогда осознавать. Им уже легче становится от того, что они увидели этот страх. Он больше не крутится у них где-то на подсознании, в голове на какой-то пластинке заезженной. А он перед ними явно написан. А значит, они как будто могут с ним поработать. Это правда так работает. Но самое важное, конечно же, что мы делаем на эти страхи, мы пишем на каждый страх, на каждое вот это вот негативное, да, можно сказать, убеждение. Позитивное. Позитивный настрой. То есть, во что мы можем это преобразовать? Например, про мой страх, что с малышкой может произойти что-то страшно непредвиденное. Я пишу такую установку. Я доверяю процессу родов, я доверяю себе, я доверяю природе, я доверяю малышке. И верю, что мы можем пройти этот путь максимально благостно для нас, максимально мягко, максимально комфортно. Мы не обманываем свою психику этим, мы скорее закрепляем то, во что мы хотим верить. Потому что так или иначе, все, во что мы верим, все наши убеждения, они кем-то сформированы. Если мы их сами не сформировали, то их сформировало наше окружение, информация, которую мы прочитали, истории наших близких и друзей. Если это происходит фоново, мы на это не влияем никак, то вот что сформировалось вокруг нас фактически, тем мы и становимся. А эта практика позволяет поверить в то, во что ты хочешь верить. Потому что я знаю, что есть прекрасные роды. Конечно же, я знаю, что роды это не про больно и страшно. И, например, с первыми родами, с родами Евы, я справлялась на этом этапе. То есть у меня было убеждение, что роды это скорее страшно, больно, надо забыть этот день, потому что все истории были только об этом. И во время беременности с Евой я уже поменяла эту установку. Сейчас у меня такой установки вообще нет. То есть я знаю прекрасно, и даже на своем опыте, несмотря на то, что у меня были долгие очень роды, и в целом, конечно же, были острые ощущения, яркие ощущения. Я не могу сказать, что это только больно и страшно. Далее мы закрепляем эти убеждения, и в идеале ежедневно их просто читать. То есть это как бы ваши аффирмации, пока они не станут, знаете, вами. То есть пока они не станут настолько вашими, что вы читаете, и вы не просто такие, о, прикольно в это поверите. А вы верите в это, вы ощущаете это, и вы чувствуете отклик в своем теле. Какой-то может быть отклик, какая-то расслабленность, какое-то ощущение принятия, того, что что-то поменялось, что-то освободилось, что-то отпустили вы лишнее. Конечно, когда есть уже какой-то очень травматичный опыт, например, за плечами у вас есть уже роды, или может быть несколько родов, которые вы вообще не хотите даже вспоминать. То есть настолько там больно, настолько травматично, настолько, я не знаю, у каждого это может быть свое. Это более серьезная, конечно, такая история, и я бы советовала пойти на закрытие родов. Есть такая процедура, и психологи часто такое делают. Следующий очень важный момент в подготовке именно психологической составляющей к родам – это занять, выбрать взрослую позицию. Хорошо бы это вообще сделать намного заранее, до рода. Когда вы планируете ребенка, вы же в этот момент не являетесь ребенком, вы уже являетесь взрослым, который планирует новую жизнь. А еще если откатиться до, то это в идеале тогда, когда вы, в общем-то, выпорхнули из своего родительского крыла, стали тем самым взрослым, который принимает решение, который берет ответственность за свою жизнь, который не винит постоянно государство, соседей, родителей, которые что-то недодали, обстоятельства вокруг, погоду и так далее. А он берет ответственность за свою жизнь на себя, на свои плечи. Можно сказать, это тема даже вне беременности и родов, да, это всем хорошо бы, всем взрослым хорошо бы жить во взрослой позиции, а не опускаться в ребенка. Ну, если только иногда, да, пожалеть себя, погладить себя. Это по-любому важно, не всегда так ходить и строго к себе. Но я имею в виду, в целом, на протяжении всей жизни, я думаю, вы замечали таких людей, встречали то, как они даже говорят о чем-то, как будто, знаете, все в третьем лице, как будто все, что происходит в их жизни, это не они своими ручками сделали, и это последовательность действий, которая привела к такому-то результату. А это как будто сделалось, случилось, получилось, повезло, не повезло. Кому-то комфортно в этом жить, окей. Но я запомнила одну очень такую важную фразу от моей доулы, что девочки не рожают. Рожают взрослые женщины, и если она не успела стать взрослой до родов, то роды могут произойти очень травматичными, потому что она все равно подзрослеет в процессе родов. Она станет мамой, потому что она уже выносила ребенка, она уже его рожает, так или иначе не может ребенок родить ребенка, вы понимаете, да? Это больше, конечно, про психологическую составляющую. Но если она настолько не готова, что подход такой, как-нибудь там разберемся, а-ля врачи меня родят, ну типа такого, потому что они это делают, это их работа. Но в этом плане есть немножечко загвоздочка такая. Это сейчас в нашем современном мире, к сожалению или к счастью, не знаю, вот такая жизнь, стало так, что почему-то роды больше воспринимаются как медицинский процесс. Например, вы сломали ногу, и врач-хирург вам делает операцию. Это, понятно, сугубо медицинская процедура, и вряд ли вы, не имея там образования, сможете сами себе все это сделать, обезболить и сделать этот процесс вообще нормальным. Но тут немножко разница есть. Роды это естественный физиологический процесс, который женщины из поколения в поколение делают, делали и будут продолжать делать. Да, в нем бывает ряд моментов, где врачи необходимы, и это огромная благость, что у нас сейчас есть возможность, когда раньше там были и летальные только исходы, да, или только травматичные очень истории, смертность была совершенно другая. Сейчас у нас есть помощь, поддержка врачей, и благо, что они есть, и все вот эти новшества, и все-все-все-все-все. Но как будто уже перевесили, знаете, весы в ту сторону, как будто вот меня родят, и все. И про что эта взрослая позиция? Это как минимум про понимание процесса, что с тобой происходит. То есть на базовом хотя бы уровне каждая женщина должна, конечно, понимать, а вообще, что из себя представляет процесс родов. Потому что, опять же, хочу сказать, если мы будем опираться только на информационный вот шум, который каким-то образом до нас доходит, это из фильмов, откуда-нибудь еще, как это обычно показывают, кажется, начинается. И там через 15 минут женщина уже в роддоме корчится, выдавливает из себя малыша, громко кричит, вокруг свет, куча врачей, и все на этом. Поэтому это и есть ответственность женщины, как я считаю, заранее почитать разные истории родов, посмотреть сейчас, благо, столько видеороликов на YouTube есть, как проходят роды, естественно. Есть прямо видео, как все эти этапы проходят. Вы очень часто меня просите написать список рекомендованной мною литературы, так сказать, книг, которые я читаю, читала во время беременности. Я оставлю все в описании, просто чтобы сейчас не заниматься вот этими вставками. Тут книга, тут книга, тут ссылка, тут что-то еще. Просто идите в описании, там, скорее всего, будет кладезь полезной информации, потому что это будут классные книги, которые для кого-то вообще поменяют, наверное, сознание, представление о родах. Классные ресурсы полезные и то, что вам пригодится и после родов. И третье, что лично я выписала в блоке психологической подготовки, это, знаете, такое глубинное осознание того, что все произойдет так, как надо. И глубинное доверие к процессу, к нашему телу, которое очень мудро, и оно знает, что делать. Как говорят в родах, три участника. Это мама, малыш и природа. И вот под природой для каждого свое. Кто-то называет это боженька. Суть в том, что есть какой-то процент, который от нас не зависит, как в целом и в жизни. То есть то же самое, точно так же мне пришлось принять замерзшую беременность. Есть определенные законы природы урегулирования, там, не знаю, здорового поколения, нездорового поколения. И я попала под этот процент, да, замерзшей беременностью. И вот это умение воспринимать все, что с тобой в жизни происходит, как благо, как бы это ни было сложно, но это большая сила, это правда. Это, мне кажется, одно из самых важных вообще, что нужно прокачивать в себе всю жизнь. Понимание того, что ничего там на зло тебе не делается, да, а что это все тебе во благо. Просто сейчас в моменте может казаться, что это прям какое-то наказание, что это, почему я, что, за что. Но, скорее всего, пройдет время, и этот опыт, он, вы осознаете, что он был необходим. Это я к тому, что, как бы вы ни были подготовлены, каким бы вы контролером ни были, а это, кстати, про меня тоже, что я там люблю все по полочкам, я люблю все осознавать, все понимать, все контролировать. Роды — это не про ум и не про вот этот гиперконтроль. Это про естественное течение событий на 100%, на которые ты повлиять не можешь. И это про то, что как бы женщина была иногда не подготовлена, и как бы все идеально у нее там ни было, беременность не проходила, и команда-то вроде замечательная, врачи супер мягкие, там настроены на естественный лад и так далее. Всякое бывает. И заранее можно быть не такими критично настроенными, чтобы потом не уходить в чувство вины, что я какая-то там недомать, если я вдруг не родила естественно. В всем должен быть баланс. На меня можно посмотреть, что вот Саша, наверное, только там за естественные, никаких вмешательств. Да, я так хочу, да, я так настраиваюсь, да, я стараюсь верить в свое тело, верить в малыша, верить в этот процесс. Но опять же, я буду здраво оценивать ситуацию по ситуации и решать в моменте, то есть не уходить в какой-то очень критичный взгляд, что нет там до конца за что-то бороться, мне уже плохо, малышу плохо, у него там гипоксия, что-то еще. А я борюсь там, что нет никакого мне вмешательства. Второй блок, о котором я хочу с вами поговорить, это физическая подготовка. И на первое место, что я сюда вообще поставила, еще во время беременности, еще в тот момент, когда вы узнали, что у вас будет малыш, уже тогда начинается вот эта вот маленькая внутренняя работа, которая на самом деле с каждым месяцем все увеличивается, да, по принятию своего тела и своих изменений. Потому что, когда я получаю вопрос, Саша, там, как ты вообще на себя вот смотришь, и там, не отвращает ли тебя внешний твой вид? Я реально не понимаю, о чем речь. То есть для меня, для меня, ну это я, для меня вид беременной женщины, это просто какая-то магия, это какое-то волшебство. У меня настолько к любой беременной женщине, неважно, плюс 30 килограмм она набрала, или плюс 9 килограмм она набрала, неважно, как изменилось ее лицо, для меня это воплощение красоты. Важно понять, ваше тело будет другим, оно будет меняться. И это не всегда про здоровый блеск, там, в глазах, на волосах и на коже. Это может быть, это приятная побочка от беременности, с точки зрения, там, гормонов, они помогают нам выглядеть в целом так свежо, а кому-то нет. И у кого-то беременность, с точки зрения физической составляющей, это исключительно отеки, плюс 20 килограмм, все неудобно, все сложно, скорее бы это закончилось. Как бы у вас ни было, это важно принять. Это ваше тело на этот период, и оно меняется, оно выполняет невероятную работу сейчас. И очень классно было бы им его поддержать, и немножечко так подбодрить себя. Для меня, несмотря на то, что я говорю, да, все время, это физиологический процесс, это вот, естественно, все, но для меня это чудо, что внутри одного человека зарождается другая жизнь, и что мы, какие-то вот просто вот люди-человеки, способны ее выносить. Я прямо сейчас говорю, она там ураган устраивает, просто... Пим-пим-пим-пим-пим про меня говорят. Знаете, такая вот проверка классная, будучи беременной, если вы вот уже с большим животиком. Закройтесь одна в ванной, посмотрите на себя в зеркало, Вот какие у вас эмоции? И это точно так же, как мы со страхами работали, можно работать с этими убеждениями. Научиться смотреть на себя с любовью, хвалить себя, благодарить за такой дар вынашивания малыша. И вот какие у вас мысли скорее возникают? Типа, что это вот за корова, скорее бы вот там закрыться халатом и вообще на это не смотреть? Или, боже, какая грация, какая королева, как красиво это все? И тут дело вообще не в отеках и растяжках. Про три якоря здоровья, так сказать. Я не буду на каждом останавливаться очень долго, потому что иначе у нас с вами будет двухчасовая лекция. Но это то, на чем держится здоровье каждого, не только беременного человека. Три кита. Сон, питание и физическая активность. Просто во время беременности все это тоже меняется. И на все это желательно обращать больше внимания. По крайней мере, так происходит у меня. То есть каждый раз, каждый раз, я прям беременна седьмой раз. В любом случае, для меня это такой звоночек. Еще раз обратить внимание на свое питание. Потому что здесь ты все равно имеешь ответственность уже за еще одного комочка внутри тебя. Это целый человек. И то, как ты питаешься, напрямую повлияет на него, конечно же. И это про все здесь. То есть это и про анализы, и про ваше самочувствие, и про поступление там нужного количества белка, клетчатки, полезных микроэлементов и бла-бла-бла. Но опять же, здесь не уходить, наверное, в какую-то крайность и резко вдруг садиться на суперправильную диету. Нет. Просто чуть больше внимания, я бы сказала. Чуть больше осознанности в эту сторону. Для меня очень важно, чтобы все происходило, вот, знаете, от души. Если я чуть-чуть чувствую телом напряжение, что, например, даже какое-то ограничение, какая-то аскеза для меня, она не в удовольствии. Она идет через напряжение и через, скорее, сопротивление. То там никакого блага не будет в итоге. Скорее это будет срыв, скорее это будет эмоциональная какая-то нестабильная штука. Я с радостью занимаюсь йогой всю беременность. Это та физическая активность, которую я нашла для себя, и я от нее кайфую. Я искренне желаю каждому найти ту физическую активность, от которой вы будете именно кайфовать. На которую вы не будете идти такой, надо, я беременна, я мать, я должна, потому что мы должны шевелить таз. Блин, пусть это будут лучше какие-то медленные танцы или какая-нибудь зумба для беременных, знаете, которая будет вам поднимать настроение, и при этом вы будете реально шевелить таз, потому что это важно. Но пусть это будет вам в кайф. Вот для меня с Евой это был бассейн. Я реально всю беременность не жалела ни там времени, ни того, что это, знаете, мокрые волосы, полдня на это уходят. Ты вообще-то трясешься в такси каждый раз до бассейна. На девятом уже месяце я все равно каталась, потому что у меня бассейн находился далеко от дома, вот этот беременный именно хороший бассейн, в который я ходила. Но мне было пофиг. Мне было в кайф, и все вот эти вот удовольствия, да, они перевешивали все неудобства. Сейчас у меня точно так же с йогой, но благо я йогой всегда могу и дома позаниматься, расстелить коврик этого достаточно. Наверное, не буду вам здесь читать лекцию, потому как важно в целом освобождать для малыша пространство, расслаблять поясницу. Я в эту беременность, честно, ну не знаю, вот девятый месяц впереди, конечно, но пока все восемь месяцев я летаю, реально. Йога это просто любовь на всю жизнь. У меня ни разу не болело ни спина, ни таз, ни ноги, ни плечи, ничего. То есть постоянно все, видимо, в профилактику как-то идет. Я занимаюсь, и тело отвечает взаимностью, легкостью, сильными мышцами там, где это надо, гибкостью там, где это надо. Ну и третий блок, про который я говорила, это сон. Стараться высыпаться и не ограничивать себя нарочно во сне. Следующий важный пункт именно из физической подготовки, это выбрать, собственно, роддом. И даже неважно, хотите выражать платно, бесплатно, познакомиться с этой информацией. Потому что если вы, скорее всего, первородящая, и до этого у вас там подруги нигде не рожали, ну, то есть не было каких-то историй, где вы можете вот уже понять, так, у нас есть такие-то роддома, такие-то там врачи, в целом вот здесь вот процент каких-то вмешательств меньше. То есть вообще прочувствовать почву надо. У меня, например, с Евой вообще было отсутствие информации о нашем городе, потому что, во-первых, это не мой город, где я родилась, я ничего в нем не знаю. Да даже в Тагиле я бы знала только тот роддом, в котором я родилась. Для меня Екатеринбург был чужим довольно-таки еще к тому моменту. Из подруг у меня еще никто не рожал, я была первая. И я узнавала информацию абсолютно с нуля. Мне кажется, классным советом сейчас будет, это сначала найти долу в вашем городе. Она всегда за женщин, она всегда за мягкое обращение к женщинам. И, скорее всего, у нее есть опыт сопровождения родов в разных роддомах с разными врачами. Поэтому очень классно иметь контакт долу в своем городе, чтобы она просто могла даже вот так вот периодически давать какую-то консультацию. И в этом же пункте про выбрать роддом, или выбрать акушерку, если у вас есть такая возможность, или выбрать врача. Вообще осознать для себя, а что для меня важно-то вообще в родах. Это я, например, вот сейчас сижу и перед вами адепт того, чтобы у меня была минимальная стимуляция, чтобы меня просто не трогали, чтобы я вообще в идеале приехала на полном раскрытии и просто мне не мешали. Вот у меня такой настрой, да? Кто-то очень хочет, наоборот, знать, что у него там будет хороший анестезиолог. Кто-то хочет быть уверенным, что ему поповину раньше не перережут, спустя 30 секунд отдадут ей отпульсировать, например. То есть вот эти все моменты, что вам важно, я не могу сейчас просто это пропагандировать, то, что мне важно, вдруг вам это не важно. Вот это все проговорить с врачом в том роддоме, где вы планируете рожать. Или поспрашивать хотя бы в разных там роддомах, как у вас это происходит, а как вот это происходит. Приехал комод пеленальный. Сейчас может показаться, особенно если вы еще вообще об этом ничего не читали, не смотрели, или вы только-только там забеременели, или еще не забеременели, что это вообще все очень как-то сложно. Это просто новая тема в вашей жизни. Не бойтесь, что вы не успеете все охватить. Вы охватите то, что вам сейчас значит больше всего нужно. У вас есть достаточно времени. Если вы смотрите на меня в начале беременности, у вас есть вся беременность, чтобы подготовиться. Даже если вы сейчас смотрите меня на 37-й неделе. Я с Евой, например, будучи беременной, узнала о том, кто такая доула, на 36-й неделе. Практически доношенный срок. Это очень многое перевернуло. Поэтому просто изучайте по мере того, как у вас есть возможность. Слушайте себя, что вам близко. И последнее, что я выписала в блоке физической подготовки, это ваше умение, ваша подготовка, ваша тренировка, расслабляться и помогать себе в родах. Это супер-мега важно. Вот именно в плане подготовки к родам, наверное, это вообще одно из самых важных. У меня, кстати, позавчера были первые тренировочные схватки, прикиньте. С Евой ни разу за всю беременность у меня их не было. Я даже думала, что такое вообще, когда я пойму вообще, что такое схватка. Неужели только в родах? Ну да. А в этот раз матка решила потренироваться здоровье. И я осознала в моменте, что это же офигенный механизм от своего же организма сделать такую, знаете, проверку экзамена своего. То есть вообще, а как ты справляешься с этими ощущениями? Тут классно, что они закончатся, да, когда-то. Но я была прям очень рада. Сначала я даже не поняла, типа, что это такое за ощущение. А потом прям вспомнила роды. Я не первый раз скажу, что спасибо, что существует йога. Но в этот раз, знаете что? Я впервые ощутила то, как уже инстинктивно, чисто рефлекс моего организма, это не зажиматься, а идти навстречу этим ощущениям и расслабляться. На самом деле, это можно практиковать вообще всегда, когда вы вынуждены испытывать какие-то неприятные ощущения. Когда у вас берут кровь из вены, когда вам ставят укол в кабинете стоматолога, чтобы сделать анестезию, когда вам выщипывают, выдергивают брови, как реагирует ваше тело. Очень часто наша реакция, это вот что-то такое, типа, зажаться, замкнуться, но это не помогает. Окей, когда у тебя там выщипывают брови, это все равно проедет скоро, да, тебе там 5 минут пощипают и все. Но, когда это схватки, этот подход точно не поможет. Что вообще я имею в виду под фразой идти навстречу этим ощущениям. Это не пытаться прятаться, закрываться, зажиматься, а это искать более удобную позу, выдыхать, как важно дыхание. И при том, иногда беременная женщина заранее учится там дышать определенным образом, вот я буду дышать вот так, вот к родам выучить, да, чтобы в родах не забыть. А в итоге в родах абсолютно рандомно ваш организм может сам найти тот способ дыхания, тот тип дыхания, который ему будет полезнее сейчас, эффективнее сейчас проживать схватку. Мне очень помогало просто очень глубокое, медленное дыхание, концентрация в том месте, где напрягается, то есть это матка, и визуализация того, что я ее расслабляю. То есть она как будто хочет сжаться, она как бы вот такое напряжение вызывает, и я точно не помогу своим телом, если я сверху еще больше буду зажиматься. То есть мы скорее просто будем зажиматься. А тут я просто расслаблялась, расслаблялась, дышала, дышала и уснула. И вот этот навык прям 100% надо заранее тренировать. Могут помочь любые дыхательные упражнения, любые медитации. Попробуйте перед сном не мысленно постоянно там прокручивать, что я буду делать завтра, что прошло сегодня, а углубляться в тело и ловить его ощущения. Этим я заканчиваю мои два большие блока. Я пока открываю ваши вопросы. Очень классный вопрос. Если Денис будет на родах, то как он будет к ним готовиться? Как же я вообще не сказала про это? Моя команда в роды. На этот раз, девочки, это я, малышка, Денис, Доула, пальчик не загибается, врач, которого я выбрала, которая вела у меня всю беременность и которую я просто обожаю и очень ей доверяю. И акушерка. Это шестая была, да? Акушерка тоже, которую я выбрала и задала ей там все вопросы и как у них в роддоме происходит и как я хочу. Это, кстати, тоже мне очень помогли курсы гипнородов в том плане, что составить даже вот этот список, точнее, он у них уже составлен, список для врача или для акушерки в роддоме, чтобы узнать, а у них как это происходит. Потому что, да, на уровне ВОЗ, Всемирной Организации Здравоохранения, у всех должны быть определенные протоколы, но каждый роддом может какие-то выставлять свои правила. И если вы заранее о них не знаете, не проговорили и надеетесь, что будет вот так, как в другом роддоме, например, то не всегда это так. Короче, про Денис, что я хотела сказать. У нас с ним и с Доулой будет вот-вот встреча через несколько дней, где мы обсудим нашу тактику поведения, собственно, в родах, то есть, что кто будет делать, чтобы не мешать друг другу и быть такой классной и сплоченной командой. То есть, в целом, они уже давно знакомы с момента, как родилась Ева. Мы тоже ходили на эту же консультацию к Доуле, но тогда она не была у меня на сопровождении родов. Она просто провела нам несколько консультаций, потому что у нее у самой тогда родилась малышка и она не вела сопровождение. Но в целом мне очень помогли тогда эти консультации и Денису помогли, потому что мы потренировались, как он мне физически сможет помогать. как массаж делать, на какие точки давить там в тазу. Может быть, мне вообще никто не понадобится. То есть, может быть, вполне возможно, я просто уйду в себя, буду там на фитболе или в позе кошечки или менять позу постоянно. Мне ни с кем не надо будет разговаривать, просто давайте мне периодически воду, попить, поесть. Какую-то поддержку ты молодец, все классно получается, как ты себя чувствуешь и все. А может быть и нет. И мы все это проговорим на вот этой встрече с Долой. Очень ее жду. Ну а так ему, конечно же, как и любому партнеру, который находится в родах, желательно подготовиться хотя бы тем, что он будет понимать, как этот процесс происходит. Собственно, у Дениса есть прекрасный опыт прошлых партнерских наших родов. Может быть, просто мы на ближайшей консультации освежим ему это в памяти, то есть, чего от меня можно ждать? Какими словами и каким состоянием он скорее будет меня раздражать? То есть, бывает, что женщина берет мужа в роды, вот как поддержка, а он только ходит и вот ему нечего прямо делать. Он, наоборот, скорее больше тревожится и он вызывает у нее суету. Изучала ли ты вопрос о родах в воде? Выбрала ли бы такой вариант? Многие пишут, что в воде гораздо легче рожать, что после такого опыта к обычным родам не вернуться. Сама я не рожала в воде. У меня не было тяги к воде, несмотря на то, что всю беременность была. Сейчас я буду рожать в роддоме, где в палате будет возможность поставить бассейн с водой. И я тоже не знаю, как мое тело захочет. Я точно знаю, что я буду подстраиваться под ситуацию и отвечать на запросы моего тела. Захочется ему в такую позу? Буду стоять в такой позе. Захочется ему лечь? Лягу. Захочется двигаться? Буду двигаться. Захочется в воду? Пойду в воду. Снова ли будут вертикальные роды? Как первые? Смотрите, чем отличаются вертикальные роды от невертикальных? Я тогда, может быть, кого-то даже спугнула таким названием вертикальные роды. Это же не означает, что ты все роды, все мои 17 часов у меня роды длились, если взять все периоды. Я просто стою, типа вот на полу стою, и там акушерка что-то выглядывает. Вертикальные роды это про вообще выбор женщины менять позу. И, кстати, по правилам ВОЗ у нас женщина вправе выбирать позу для родов на любом этапе родов. То есть, врачи могут сказать, типа, нет, лучше как ты ложись, но потому что им это удобнее, удобнее сейчас посмотреть что-то, удобнее принять малыша. Но мы имеем право выбирать нужную позу нам для проживания схваток, для даже периода потух, то есть, когда полное раскрытие, и непосредственно малыш выходит наружу. Просто кто-то думает, что когда начинаются схватки, волны, как нас учат говорить на гипнородах, потому что схватки это что-то, знаете, в подсознании такое сразу ух, схватывает больно, как-то сложно. А волны, это реально, схватки очень похожи на волны. Они точно так же медленно нарастают, то есть, ощущение не сразу такое больно, оно нарастает, ощущение увеличивается, 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 самый какой-то вот прям пик, где нужно активно дышать, например, где нужно прям активно ты погружаешь в себя, и идет потом такой же спад. И потом у тебя есть вообще промежуток на отдых и восстановление между этими волнами. Просто чем ближе к максимальному раскрытию, тем промежуток между этими волнами становится меньше, и кажется, что вот только из них и состоит. Но обычно в этот момент уже женщина настолько погружена в себя, она уже на поверхности вообще не соображает, она даже уже может глаза не открывать, она просто глубоко это все проживает. О чем же я говорила? А, о том, что многие думают, что вот период этих волн, который может длиться вообще бесконечное количество часов, ну, долго довольно-таки, да, это все нужно лежа только делать. Ну, вообще нет. Очень классно проживать схватки на фитболе, это и расслабляет таз, там вот эти вот движения все помогают, и вытягиваться в кошечке, и просто облокачиваться локтями куда-то, там голову так положить, и такой уголок делать. Таз, вот ноги, вот ваша голова на какой-то опоре. Повисеть на чем-то, то есть это вообще миллион вариантов, как можно проживать схватки, и для каждого это свое. Ну, и последний вопрос. Я тут просто листаю, 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 десятки вопросов уже пролистала, поняла, что в целом на все это так или иначе я там ответила про психологическую подготовку, про какие-то страхи, про то, что вылезает, про йогу, про долу, про медитации, но вот нашла вопрос интересный, и, наверное, им закончу это видео. Какие ошибки из первых родов вы вынесли и не хотите повторить? И интересно вообще об этом подумать. Я довольна родами с Евой. Я не скажу, что они для меня были идеальными, знаете, в том смысле, что у меня же отошли воды до схваток. Меня сразу же автоматически поставили как бы на счетчик, на счетчик времени. То есть я как будто бы чувствовала немножко торопление. Торопливый? Торопливый. Как будто меня, короче, подторапливают. Потому что, когда отходят воды до начала схваток, тебе там говорят чаще всего, вот у нас там 24 часа, это максимум. Иначе и начинают там говорить про то, что воды там будет не хватать, что гипоксия может начаться, ла-ла-ла. И это уже немножко вот такое напряжение вызывает. Есть выжидательная тактика, когда могут выжидать до 72 часов. Но нифига мне эту тактику не дали. И, ну, может быть, там я еще, да, была помоложе и не такая смелая в своих заявлениях, что не торопите меня, дайте мне время, все-все-все. Но внутри у меня как будто было ощущение, что я уже немножко тороплюсь. А от этого погружение в себя было чуть-чуть замедленным. В идеале, чтобы я дома прожила большую часть родов до практически максимального раскрытия. То есть, ну, это мой идеальный, конечно, сценарий. Спокойно, в собственной теплой обстановочке. Конечно же, на связи с акушеркой, конечно же, на связи с врачом. Но суть в том, что если все нормально протекает, мы живем очень близко к родному, то есть, тут нет вариантов не успеть. И с Евой на самом деле я хотела точно так же. Но так как у меня отошли воды, я легла спать, да, и там уже потом медленно вяло текущее начались схватки. Мы до 4 сантиметров получается раскрытие дома просидели. Потом мне уже было, да, немножко волнительно за то, что вот все равно торопят, это часики тикают, нам нужно быстрее. И чего меня было вообще торопить, я не понимаю. У меня все было хорошо. КТГ отличное было, состояние малышки отличное было, воды не зеленые. В плане проживания и схваток, и поток я вообще ничего бы не поменяла. Мне все, все нравилось. И знаете, что еще? Но в прошлый раз это было невозможно. Я бы очень хотела атмосферу 3Т, да, создать. Это тихо, тепло, темно. И в том роддоме, где я рожала Еву, это не было соблюдено, то есть, там не было возможности закрыть блок-аут шторы, чтобы было темно, чтобы было меньше вот этой, знаете, атмосферы медицинской, где все такое белое, яркое, люди в халатах, и это сбивает тебя вот настроя, когда ты полностью погружен в себя, ты как будто сразу немножко возбуждаешься, включаешь ум, начинаешь все контролировать. Там, где я буду рожать, в этот раз есть возможность сделать полностью потемки, создать атмосферу максимально там уюта домашнего, взять аромамасла эфирные, создать в общем себе атмосферу. Вот, наверное, это я бы хотела во вторых родах, и вот для этого в том числе нужен, например, Денис, чтобы все вот эти вот сумки взять, там, разложить там все. Я ему заранее скажу, что где я хочу, чтобы стояло. Свечи зажигать нельзя, к сожалению, в роддомах, но зато, знаете, я нашла свечи электрические, которые имитируют вот это состояние огонька колыхающего, как будто эта свечка настоящая горит. То есть, там по мерам безопасности нельзя свечи свои ставить, а мне бы очень хотелось, чтобы такая атмосфера была. Да, это опять ожидание. Посмотрим, какая будет реальность. Будет ли у нас вообще на все это время, захочется ли мне это, неизвестно, но ощущение вот этой темноты мне очень хочется, и мне очень хотелось этого с Евой. Я постоянно закрывала глаза, постоянно сама уходила, вот так вот себя прятала, и когда я вот так вот открывала, я смотрю, господи, почему так ярко это был день? Хотелось вот этого ощущения, как кошки, знаете, когда рожают, они ищут самый темный уголок, самый укромный, чтобы их никто не трогал. В целом, мы не отличаемся от животных, в такие моменты действительно хочется чего-то темного, теплого, пространства, чтобы тебя не трогали лишний раз. Ну что, такая важная тема. Я очень надеюсь, что видео было вам полезно, интересно. Если вы сейчас смотрите это видео, вы беременны, вас скоро ждет встреча, я желаю, чтобы она для вас максимально приятно произошла. Ну и мне тоже интересно, как произойдет потом у меня реальность. Сниму, конечно же, видео с этого дня. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео. Я вас благодарю за просмотр и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok